здравствуйте здравствуйте марина рамазановна рада видеть вас у нас в гостях вы приехали вот буквально на днях с очень масштабного международного мероприятия называется мероприятие сочинская весна то есть фестиваль проходил в городе сочи в нем и насколько я слышала принимали участие более 700 женщин то есть о масштабах можно судить даже по количеству я знаю что женщины были со всей россии и конечно я хочу узнать что в рамках этого фестиваля было какова была программа в целом как все прошло здравствуйте было в очередной раз благодарю вас за возможность принять участие ваши передачи действительно состоялась масштабное очень яркое мероприятие в сочи называлась сочинская весна 2024 этот это был фестиваль в этот раз он был международный и инициаторами этого фестиваля является союз женщин россии это второй фестиваль почему он стал международным потому что принимали участие представительницы с белоруссии и с абхазии основными темами этого фестиваля были социальное творчество женское креативная индустрия и семейные ценности вот принимала участие более 46 регионов да и мероприятие было достаточно таким ярким запоминающимся каждый раз приезжая с подобных мероприятий вы привозите столько идей и старайтесь их воплотить у нас в республике как председатель регионального отделения союза женщин в этот раз что нового для себя вы подчеркнули что увидели что решили что здесь у нас будете проводить вот спасибо что задали этот вопрос конечно не хотелось бы заранее озвучивать наши планы но скажу одно что фестиваль не менее масштабно мы хотим организовать нашем регионе конечно для того чтобы провести фестиваль нужно подготовиться и не только скажем так физически но и материально потому что данное мероприятие требует определенных затрат на сегодняшний день наше региональное отделение не имеет своей как бы база такой финансовой но в будущем мы это все у нас на перспективу будущем мы планируем конечно же проводить такие масштабные мероприятия и если у нас получится то мы хотим провести фестиваль в нашем регионе уже в этом году но пока я не хочу зарекаться будем смотреть как подготовка к этому пройдет вот знаете было я каждый раз когда выезжаю на такие мероприятия на фестивале я была первый раз ну вообще когда мы встречаемся с женщинами как руководитель регионального отделения каждый раз думала сейчас вот такая неблагоприятная ситуация в нашей стране мы такие вот все активные такие вот яркие на такое мероприятие что мы можем решать для чего это надо или мы в очередной раз собрались и просто вот провели его совместно как бы совместная встреча какая-то да и время провождения я вам скажу нет я вам скажу что в очередной раз я убедилась что эти мероприятия крайне необходимы у нас появились новые подруги с луганска с донецка вы себе не представляете как им важна и нужна поддержка другие женщин других регионов это такой заряд положительной энергетики и на этом фестивале настолько женщины загорелись этими идеями нас пригласили вот женщин из белоруссии совет женщин с белоруссии они озвучили что раз есть сочинская весна должно быть белорусское лето и вот они хотят провести свой фестиваль и пригласить в очередной раз женщин нашей страны далее выступала представительница с абхазии озвучила что раз есть белорусское лето значит должна быть абхазская осень вот и это не просто встречи и разговоры это обмен энергетикой обмен опытом и вы знаете у нас в регионе не так активно наверное все таки мы себя проявляли все таки у нас кавказский менталитет и я не думаю что мужчины очень любят таких активных женщин но я должна вам сказать что жизнь продолжается мы должны идти в ногу с цивилизацией и мы не должны позиционировать себя как женщины независимые нет в первую очередь первое что стоит на повестке дня в союзе женщин это крепкая семья стабильное государство то есть мы как женщина как хранительница очага как женщина которые передают традиции мы наоборот должны сплачиваться мы должны строить сильное государство без женщин мужчины этого не сделают поэтому должны это понять и наши мужчины и мы своих женщин активных должны объединять в нашем регионе мы активно создаем сейчас ячейки это вот первостепенная задача да можно мероприятия проводить но мы должны сегодня как говорит один из председателей нашего женсовета должны собрать воедино ресурсных всех женщин активных женщин с идеями которые могут помочь в реализации наших планов и вот совершенно недавно у нас наконец-то скажем так образовалась очень сильная ячейка в городе черкеск женсовета который возглавляет агбаева заряд ромазановна она провела свое первое заседание 20 числа как раз я была на мероприятие я очень хотела присутствовать не получилось у меня к сожалению и как раз таки она собрала таких женщин вокруг себя активных ресурсных и они в первую очередь решали вопросы сохранения семьи семейных ценностей материнства детства и так далее понимаете для того чтобы проводить какие-то мероприятия которые будут улучшать социальную жизнь нашей республики мы должны сначала воедино собрать всех женщин которые будут это делать и конечно мои поездки чем хороши я вижу как эта работа проходит других регионах я беру контакты я записываю определенные моменты какие-то я уже знаю как здесь мы это будем делать это очень непросто многие годы в некоторых регионах это все как бы создавалось поэтому нам будет очень тяжело это не одного дня ни одного года работа но я очень надеюсь что с помощью наших женщин нашей республики активных умных красивых мы сможем создать у себя здесь действительно очень сильное общество нацеленное на семейные ценности вот и работа масштабная грандиозная но мы будем в этом плане работать планомерно аккуратно и вот есть как я озвучила уже определенные результаты и я надеюсь что у нас получится сделать как в других регионах если не хуже если не лучше то не хуже знаю вас я в этом почему-то не сомневаюсь арина рамазанна ваш лидер екатерина филипповна лахова тоже присутствовала да на это да да она открывала ли фестиваль я знаю что вы достаточно в теплых отношениях какие она сделала выводы какие она подвела итоги вот этого мероприятия ну вот что лично на вашей работе говорит лично о работе нашего региона конечно такого диалога у нас не состоялось не в этот раз да вообще конечно много скажем так комплиментов в наш адрес потому что все-таки мы стараемся изменения есть и их они заметны поэтому они конечно же на нас делают ставку и очень сильно поддерживает очень сильно поддерживает нас наш куратор северокавказского региона алла петровна за что я тоже очень благодарна и на сегодняшний день вот этот момент наставничества перед передать опыт женщинам которые только-только начинают себя проявлять вот в этой работе конечно он важен нужен и они конечно же стараются нас направлять и помогать в вопросе и сегодня есть много разных программ в том числе и лидеры вот в россии кадровый гол отон везде в том числе в региональных отделениях союза женщин но сегодня конечно мы нацелены на то чтобы перенимать опыт наших предшественников и стараться вот на их примере создавать уже свои ячейки конечно уже внося свои какие-то корректировки в соответствии с изменениями на сегодняшний день в современных реалиях скажем так вот и вот у нас в основных пять направлений которые который президент нам как бы который обозначил обозначил да это у нас значит демография это значит культура образование здравоохранение экология и вот основное наше направление это конечно вот как я уже озвучила крепкая семья стабильное государство и в 2018 году наша организация стала общественным государством благодаря владимиру владимировичу путину и сегодня конечно со стороны государства огромная поддержка в этом направлении и сегодня мы как союз женщин участвует национальных проектах во всех этих направлениях в которых я озвучила и мы можем принимать участие советы женщин могут принимать участие в этих национальных проектах поэтому я надеюсь что наше общество но будет увеличиваться союза женщин потому что она нацелена на для на то чтобы объединить женщин всей нашей страны независимо от возраста я сейчас вас перебью потому что вот союзу женщин ну пару лет но столько вы уже всего сделали но я знаю что вы действительно скромничаете потому что поддержка участникам сфу постоянное мероприятие огнем матери к международному дню женщин но я лично сама была участником ну где-то уже десяти мероприятия если это так будет продолжаться в нашем регионе я думаю что у вас очень большой потенциал но я вам хочу сказать был почему я скромничаю потому что на самом деле это очень очень мало почему на сегодняшний день вот эта финансовая подоплека она не дает сделать все то что мы наметили допустим я бы могла на это мероприятие отвести творческие коллективы нашей республики отвести других ресурсных женщин наших но это все требует определенных финансов я не могу на сегодня на себя на сегодняшний день на себя взять все эти расходы а возложить их на этих женщин тоже с моей стороны было бы как то знаете не очень то наверное правильно потому что все таки мы региональное представительство поэтому вот я выжидаю тот момент когда мы сможем сами вот финансово суметь но вы еще в наденческом возрасте мы в наденческом возрасте да и вот мы зарегистрировали юридическую организацию она будет называться горянка сейчас регистрацию проходит в налоговой инспекции эта организация и мы будем активными участниками грантовой грантов разных социальных проектов у нас много мы разных акведов постарались включите в нашу организацию для того чтобы большее количество женщин смогли принять участие в этих грантах все это делается для чего для того чтобы поддержать сегодня женщину чтобы она смогла реализовать себя в том или ином направлении естественно как говорится стабильная семья стабильное общество у нас будет если финансовая будет стабильность в каждой семье то женщина сможет себя реализовывать она не будет думать как свою семью как бы содержать да в тандеме с мужем она уже будет думать как дальше себя реализовать и вот такие самодостаточные женщины они будут изменять уже жизнь нашего общества к лучшему я по крайней мере так думаю да дай бог про фестиваль вы рассказали про свои перспективы вы рассказали но на дворе весна каждый раз приглашая вас последние разы я все время говорю с вами про союз женщин а ведь основная ваша работа вы все-таки председатель колхоза если говорить по старинке ну да сейчас работа кипит да сейчас у нас идет весенние полевые работы идут у нас идет сев кукурузы будем начинать сев подсолнечника как раз оптимально прогрела земля агроном ликует и работа не у нас идут без перерыва в штатном режиме чему я несказанно рада я еще хотела было добавить и я по союзу женщин не успела сказать что нам дали вот такую бумагу хотел это озвучить именно на телевидении эта бумага на называется хартия солидарности за возрождение и сохранение защиту традиционных семейных ценностей я бы хотела небольшой зачитать обзор что это за хартия сегодня россия по праву защищать свой суверенитет свое настоящее будущее духовное историческое и культурное развитие народа в россии в ответ на агрессивные действия недружественных государств стремящихся подорвать единство российского общества мы призываем консолидации общественных ресурсов для достижения общенациональных целей возрождение сохранения и защиты традиционных семейных ценностей руководствуясь конституционными принципами о поддержке семьи материнства отцовства и детства основополагающими заявлениями о семье и обществе послание президента российской федерации федеральному собранию российской федерации участники хартии содействуют развивают продвигают и создают социальные платформы для консолидации общественных ресурсов нам передали эту бумагу чтобы мы в своем регионе собрали общественные организации собрали разные политические партии и вообще активных людей для подписания вот этой хартии за возрождение сохранять традиционных ценностей и вот мы планируем нас на следующей неделе что соберемся в большом таком достаточно серьезном коллективе и будем подписывать данную хартию в следующий раз когда вы нас пригласите мы сможем уже рассказать какую работу мы в этом направлении провели и чем мы будем очень важно конечно очень важно на сегодняшний день и такая хартия она была передана всем руководителям региональных отделений на сегодняшний день нашим в нашей стране 89 регионов если мы будем подписывать эту хартию 89 регионах я думаю что общество на консоль лидируется и действительно в этом направлении будут достаточно серьезная работа проходить ну что ж еще раз благодарю за участие желаю вот такого же активного взгляда и действий в вашей жизни желаю вам здоровья желаю вам успехов и благодарю за то что нашли время пришли сегодня к нам в гости спасибо марина рамазанна спасибо огромное